Новая глава в истории региона официально открыта. Как прошла церемония вступления в должность губернатора Виктора Томенко? Осторожно, мутация вируса. Два новых штамма гриппа атакуют жителей региона этой осенью. Насколько они опасны и каким осложнениям могут привести? Изучить историю флота и смоделировать военный корабль можно теперь и в Барнауле. Где и как, расскажем в выпуске. Пассажирский автобус перевернулся в Алтайском крае. Это произошло на трассе Павла-Скребриха-Буканская. В Мамотовском районе. Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы на обочину в районе села Буканская. После чего автобус опрокинулся в кювет. В момент ДТП в салоне находилось 42 пассажира. 15 получили ушибы и ссадины. В рамках проверки предстоит дать правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Результатом проверки будет принято соответствующее профессиональное решение. И еще одно ДТП с сегодняшнего дня произошло на трассе Барнаул, граница с Новосибирской областью. По сообщению очевидцев, внедорожник столкнулся с грузовым автомобилем. Столкновение произошло при двойном обгоне около комплекса грани Алтая. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Информации о состоянии пассажиров пока что нет. Детали происшествия уточняются. Два новых штамма гриппа атакуют Россию уже этой осенью, сообщает Роспотребнадзор. Прошлогодние прививки от вируса не защищают, поэтому врачи рекомендуют сделать прививки вновь. Какую угрозу несет инфекция? В сюжете Полина Ждановой. Страшна не сама болезнь, а ее последствия. Это точно о гриппе. Ежегодно он мутирует и пытается пробраться в организм человека. Вот и в этом сезоне появилось два новорожденных штамма, то есть разновидности инфекции. Как говорят врачи, изменчивость вируса помогает ему выжить. Каждый новый штамм отличается от предыдущего состава. Некоторые из видов вируса вызывают тяжелое осложнение. Одно из основных и значимых осложнений на популяционном уровне – это все-таки пневмония. Второе – поражение центральной нервной системы. И дальше уже, в общем-то, по нисходящему, тем не менее, важно поражение лорорганов, поражение органов мочеводелительной системы и так далее, и так далее. В среднем грипп прогрессирует в организме около недели. Но осложнения могут отложить выздоровление на месяца, а то и вовсе привести к летальному исходу. В группе риска дети, пожилые и беременные. Несмотря на то, что штаммы вируса обновляются, его внешнее проявление остается неизменным. К основным симптомам гриппа относятся повышение температуры до 39 градусов, озноб, сильная усталость, насморк и заложенность носа, головная боль, кашель, боль в горле, боль в мышцах и суставах, снижение аппетита. Мы узнали у барнаульцев, как они защищают себя от столкновения с коварной болезнью. Ну, витамины, наверное, надо принимать. Я так думаю. Если вот организм наполнен витаминами, навряд ли человек заболеет лишний раз. Можно переболеть болезнью, но осложнение может быть впоследствии после этого, если прививки нет. А какой еще пункт лартик? А в основном больше никакого не делала, только прививки. Бежде всего, это народные средства. Сидим дома, не работаем, так сказать, не распространяем эту инфекцию. Большинство опрошенных считают прививку единственно верным способом защиты от инфекции. Кстати, по словам медиков, современные вакцины постоянно подстраивают под новые штаммы вируса. Но универсальной прививки от всех видов гриппа все еще нет, хотя научное сообщество активно трудится над ее разработкой. Чтобы защитить себя от заражения, помимо вакцинации, доктора рекомендуют целый комплекс средств для укрепления иммунитета. Это соблюдение принципов здорового образа жизни, закаливания и повышения собственного иммунитета различными способами, общепринятыми. То есть это отсутствие вредных привычек, отсутствие всяких злоупотреблений, достаточный сон, соблюдение режима труда и отдыха, отсутствие переутомлений, полноценное питание. Также помогают народные средства профилактики простуды и гриппа, такие как лук, чеснок, зелень, свежие овощи, фрукты, травяные чаи и настои. Прием последних нужно согласовать с терапевтом, они тонизируют и могут вызвать повышение артериального давления. Укрепляющими свойствами обладают продукты, содержащие витамин С, цитрусы, клюква и другие. Во время эпидемии нужно чаще мыть руки, промывать нос, делать влажную уборку и по возможности изолировать себя от общения с заболевшими. Ну а если удача вам не улыбнулась и вы заболели, соблюдайте постельный режим, пейте больше воды, чаще проветривайте помещение, в котором находитесь. И самое главное, обязательно обращайтесь к врачу. Чем раньше начнете лечение гриппа, тем больше вероятности, что никаких осложнений не будет. Полина Жданова, Сергей Балуев, Дмитрий Козерлыга, Денис Кузьменко, Новости. Подробнее о мутациях вируса гриппа и его последствиях в эфире программы «Интервью дня» расскажет главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Смотрите сегодня в 17.45. Виктор Томенко сегодня официально вступил в должность губернатора Алтайского края. Торжественная церемония прошла в Молодежном театре Алтая. Как это было в материале Владислава Кириенко. Новая политическая эпоха региона начинается под встречный марш, когда курсанты БЮИ вносят в зал молодежного театра два флага – России и Алтайского края. В начале торжественной церемонии представитель избиркома региона Ирина Акимова объявляет итоги досрочных выборов, которые прошли 9 сентября, и вручают избранному главе региона удостоверение губернатора. Теперь в ближайшие пять лет Виктор Томенко будет руководить Алтайским краем. Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора Алтайского края, уважать, защищать права человека и гражданина. Виктор Петрович Томенко вступил в должность губернатора Алтайского края. Наблюдают за торжественной церемонии 500 человек. Это алтайские законодатели, общественники и руководители муниципалитетов. У каждого свои ожидания от избранного губернатора. Сегодня ожидания наших жителей связаны как в целом с глобальными вопросами дороги, заработной платы, улучшения инфраструктуры, так и, что важно для каждого человека, чтобы его конкретная проблема решалась. Будь то школа, садик, детская площадка или какой-то иной вопрос. В Бийске еще ряд тем, которые необходимо реализовывать. Это и жилье для молодых семей. Город Бийск активно участвует в этой программе. Мы и далее будем активно в ней участвовать. Конечно же, это и инфраструктурные проекты, программа, которая в следующем году будет реализована, безопасных и качественных дорог. На повестке, конечно, самая главная тема – это развитие экономики города Бийска. Конечно же, это все связано с Алтайским краем. Находясь в должности в Рио, Виктор Томенко посетил почти все города и районы Алтайского края. Во время каждой поездки губернатор активно общался с жителями региона, которые вносили предложения в программу социально-экономического развития. Участие в ее формировании приняли десятки тысяч человек. Мы должны будем укрепить лидерство в тех отраслях и в тех направлениях, где мы традиционно сильны. И должны будем находить и развивать новые точки роста и двигаться вперед. Виктор Томенко обозначил конкретные цели и задачи развития Алтайского края. Это модернизация экономики и повышение качества жизни жителей. Как отметил Виктор Томенко, главное богатство Алтайской земли – это люди. Владислав Кириенко, Денис Кузьменко. Новости. Сразу после вступления в должность Виктор Томенко встретился с Сергеем Миняйло. Во время рабочей встречи губернатор и полпредпрезидент страны в Сибирском федеральном округе обсудили первоначальные задачи по развитию региона. Речь шла о социально-экономическом развитии края. Губернатор и полпредпрезидент обозначили задачи по увеличению доходов бюджета региона. Обсудили дальнейшие шаги по исполнению майских указов президента России. Туристические объекты Алтайского края войдут в туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири». Проект представили в Белокурихе на заседании Российского географического общества. Всего в «Золотое кольцо» идут около 30 природных и культурных объектов из 12 регионов. Это те места, которые отражают национальное, гастрономическое, природное и культурное многообразие Сибири. Алтайский край представит для туристов озеро Яровое, Моральники и курорт Белокуриху. Но, по словам специалистов, это далеко не все объекты, которые хотелось бы показать туристам. Поэтому для увеличения интереса к сибирским регионам будет создан информационный портал. Там каждый регион сможет дополнительно включить все объекты, которые считаются значимыми и интересными для туризма. Исполнительные власти, туроператоры, русское географическое общество, объединившись, могут выложить всю необходимую информацию на этом портале. И уже турист, который проехал по «Золотому кольцу», ему очень понравился Алтайский край. Но количество времени, к сожалению, оказалось недостаточно при маршруте. Он может снова и снова вернуться в Алтайский край и посетить его. Информацию он может почерпнуть именно на этом информационном портале. Изучить историю военно-морского флота, смоделировать военный корабль и научиться жить по морским часам. Можно и в Барнауле. Музей истории мореплавания ждет школьников и студентов в Алтайском политехническом техникуме. Смотрела и любовалась Екатерина Варкентин. Как выглядит военный корабль и как под водой отличить день от ночи? Теперь это точно знают воспитанники военно-патриотического клуба «Варяг». Студенты не только изучают военное ремесло, но и находят экспонаты для музея истории мореплавания. Здесь все, что нужно моряку. Атласы, навигационные фрагменты отсеков подводной лодки, форма подводников, штурвалы, часы. Они на подводных лодках необычные. На циферблате непривычные нам 12 часов, а все 24, чтобы узнать, утро сейчас или вечер. Но главные экспонаты в музее – корабли, которые студенты создают своими руками. Сохраняем, пытаемся, по крайней мере, сохранить память о тех людях, которые служили в различное время в военно-морском флоте. Все модели мы изготавливаем сами, самостоятельно, с нуля. А для этого у нас и создана содомодельная мастерская, в которой под моим руководством ребятишки и осваивают все это дело. На изготовление одной модели уходит от полугода до нескольких лет. Быстрее всего собрать подводную лодку. А вот крейсер «Варяг» студенты моделируют уже третий год. Его длина – 3,5 метра. Для его изготовления понадобилось выкупить подлинные чертежи из центральных архивов военно-морского флота. Сейчас воспитанники клуба начали создавать диораму вокруг уже построенной модели «Шлюпа Мирный». Для этого, помимо студентов техникума, художников и гончаров, привлекут центр детско-юношеского творчества, который уже построил для музея два торпедных катера. Эти катера были в годы Великой Честной Вины построены на средства, собранные жителями Алтайского края. Целое звено торпедных катеров строились они в Тюмени. Затем из Алтая убывала туда делегация, с Балтийского флота прибывали экипажи этих катеров, торжественно все это передавалось. И служили эти катера на Балтийском флоте. Ко дню моряка-подводника в клубе проводят уроки мужества и тематические мероприятия. Для этого они привлекают кают-компанию, действующих офицеров и ветеранов ВМФ. Летом у студентов проходят сборы, где они уходят в плавание по оби на катере. Военно-патриотический клуб «Варяг» был создан 16 лет назад, а музей спустя три года. Воспитанники клуба входят в число лучших в стране по подготовке к службе в военно-морском флоте. Екатерина Варкентин, Сергей Балуев, Новости. Одни из самых массовых состязаний по одному из самых доступных видов спорта. Алтайский край уже в 13-й раз присоединился к всероссийской акции «Кросснации». Подробности Вадима Слюсарева. Около 15 тысяч человек по всему Алтайскому краю участвовали в традиционном «Кросснации». На старт в Барнауле вышли почти 3,5 тысячи атлетов. Это профессионалы, ветераны спорта и просто те, кто любит бег. Не зря легкоатлетика и бег называются королева спорта. Все виды спорта так или иначе связаны с бегом. И он самый доступный в том, что, собственно говоря, всего-то надо любой участок дороги земли и желание, и можно заниматься бегать. Уже в 13-й раз Барнаульский проспект Кленина превратился в спортивный стадион. Дети и подростки соревновались на коротких дистанциях – 2,4 километра. Взрослые пробежали от 8 до 10 километров. Самые быстрые участники получили призы, но это не самое главное. Здесь каждый сам ставит для себя цели. И у большинства победа не на первом месте. «Это интересно. Даже не столько интересно сам бег, сколько вот эта обстановка, общение. Узнаешь много новых людей, общаешься. Ну и, конечно же, укрепляешь свое здоровье». «Важно поддерживать свое состояние здоровья, поддержать свою форму, чтобы, как говорится, не поползти. Потому что наш возраст уже за 70, поэтому нам надо чувствовать свое организм». «Кросс нации». Получается, в сентябре каждый год проходит. Стараюсь никогда не пропускать этот старт. В принципе, по дистанции, что прям как тренировку можно провести. Здоровье и сильный дух – вот главные призы, которые получают все участники «Кросса нации». В Бийске в забеге участвовал 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Петр Щербаков. И это еще одно доказательство, что спорт – основа здоровья. Вадим Слюсарев, Полина Жданова, Антон Червяков. Новости. На этом у меня пока все. Продолжим сегодня ровно в 20.30. Хорошего вечера. Продолжение следует.